Здравствуйте! Сегодня у нас четверг. Четверг? Вторник! Сегодня у нас вторник. Я отдохнула очень хорошо, у меня перепуталось все, что могло. Вот видите, четверг, вторник, а какая разница? Разницы никакой, потому что сегодня мы с вами вяжем. Почему у меня четверг? Потому что мы сегодня вяжем шапочку. У нас сегодня вязальные посиделки. Квадратные, но вязать мы будем совершенно не квадрат. Как оказалось, мы будем вязать с вами шапку. Потому что летом у нас идет подготовка к зиме и зимой. Все форматы у нас идут по очереди. То есть у нас квадратные посиделки были в прошлый раз. Сейчас у нас вязание шапочки. По-кажется, что мы вязали в прошлый раз. В прошлый раз мы вязали шапочку с косами. Практически бине. Вот она. И сегодня мы продолжим вязание шапки. Но вязать будем не зимнюю шапку. Вязать мы будем с вами шапку летнюю. Слушай, я читаю, что тут девчонки... Так, где я тут? Вот это в кадре. Добрый вечер, девочки, мальчики, все, кто смотрят. К сожалению, задержка была. Я думаю, шапку убойную получила. Да, девчонки тут пишут, что такая долгая задержка, значит, шапка получится. Получится, да. Обсуждают погоду. Анна Николаевна, которую мы давно не видели. Она, видимо, уже в Испанию эмигрировала туда. Поэтому говорит, привет вам из солнечной Испании. А остальные наши девочки пишут. А в деревне Гадюкина опять идут дожди. Ну, что делать? Виктория, видимо, уже вернулась из своего солнечного отпуска и попала в петербургскую... Естественно, наша естественная погода. Я думала, что я до Натальи не доберусь, потому что я выставила проход эти резиновые сапоги, там еще что-то, еще что-то. Искала плащ-палатку, думала, вот не доехать будет. Нет, тут она такие страсти расскажет. Я спокойно приехала с дачи, не замочив ботиночки. Это как Суслик ходил в гости к хомяку или наоборот. Вчера была такая погода, жара, сегодня иду, смотрю, настолько женщин в пальто и в сапогах. Вот я приехала... Зачем сапоги? Я в лыжной куртке приехала, да, и хотела сапоги еще одеть. Буду ужасно, нет. Да, ну вот я говорю, ты как хомяк, который в Суслику в гости ходил. И никого не встретил. И никого не встретил. Вот там Русаси спит, а он и никого не встретил. Ну ладно, давай. По этому поводу у меня настроение хорошее. И сейчас мы с вами будем вязать очередную шапочку. Вязать будем традиционно из нашего детского новинки пихорки, потому что... Ничего не радуется. Ура! Дождались, девочки. Ну тут такая вот... Даже не знаю, как это. Курс мажор. Каждый раз. Каждый раз, каждый раз. Вы видите, вот где мы находимся. Потому что у нас в привычном месте не сработало... В общем, мы сейчас переносили все, что могли из комнаты в комнату. Искали точку, где она подключится. Вот нашли точку. Вот где нашли, вот там даже боимся сдвинуться. Вот там расположились. Итак, вяжем из детской новинки пихорки акрил. Высокообъемные, стопроцентные, не самого лучшего качества. Но это у нас схема вязания. Эта шапка пойдет не для того, чтобы выносить, дарить, продавать. Эта шапка просто мы вам рисуем на вязальной машинке схему шапочки. И рисуем не ручкой, а нитками. Поэтому вяжем из того, из чего удобно. Палитра цветовая необыкновенной красоты. У детской новинки пихорка выглядят вещи не стиранные и не влаженные. Из нее связано очень даже прилично. в какое-то время. Но нам для того, чтобы выносить эту шапку достаточно. Шапка у нас... Сейчас у нас тут сплошные перемены. Видите, вязать будем на Неве. Даже не на Неве. Все в этом мире меняется. В том числе и вот таким вот вещам. Ну очень хорошо. Зато мы... Видите, хочу сказать, что когда у нас произошел форс-мажор, мы сидели обсуждали. Бросить все, заплакать. Вот как бы четыре варианта действий. Ну, заплакать мы решили в последнюю очередь. Да, в последнюю очередь. Поплакать мы всегда успеем. У меня вот этот просто девиз по жизни, знаете, помогает. Когда вот накатывает, я успею поплакать. Надо сейчас какое-то решение принять. Я вчера буквально слушала какую-то или читала. У меня уже все это потоки информации в голове переплетается и выстраивается в одну систему. Но, значит, читала книгу с этого года про информационную яму. Почему очень многие сливаются, не доходя до результата? Потому что их желание не было достаточно сильным. То есть желание было такое, а почему бы не заняться? А вот когда там... Это как... От людей, от войны, от голода, от чего-то, от льва убегают. Там как бы не стоит вопрос жизни, от льва не побегать. Там стоит вопрос спасения жизни. Так вот, когда у человека стоит желание достичь этого любой ценой, вот как бы выжить любой ценой. Вот человек, который говорит, я на последние деньги там купил, и поэтому я буду идти до конца. Спать есть не буду, но буду идти до конца. Вот они доходят. Вот у нас с тобой тоже ситуация была. Вот либо все бросить, заплакать, ехать на дачу, неизвестно на даче, будет работать интернет, не будет работать, чего он тут не работал, грозы были, все электричество отключилось в доме. То есть что произошло, непонятно. Вот можно было бросить все и сказать, что мы бедные девушки, мы не можете справиться, будем ждать мужа, будем ждать, когда муж приходит. Муж только входит в дверь, интернет начинает работать. Его хоть нельзя показать даже, что он не работает, потому что он только входит, начинает все работать. Все, паролиvais подходит сразу. Вот этот вопрос, ну и что у тебя не работает? А я даже сказать ничего не могу, потому что работает, вот оно работает. Каждая техника любит своего хозяина. Поэтому нас любят визуальные машинки, и мы этим... Не только техника любят хозяина, коты любят себе хозяина. Вот Наташа мне рассказывает, я тут неделю нянькой была у ее кота, и говорит, вот стоило мне уехать, и кот начал искать, а где, а где которая чешет-то, целый день сидит и чешет меня, где она, где, тут наехали все, и никто не чешет. Нет, мы начали активно чесать, и тискать, и... Значит, я лучше чесала. И этого кота, он нас обиделся, мы его бросили на неделю, он страшно обиделся, но сейчас вроде отставил, все, мы прощены. Ну, вот когда мы уехали тоже куда-то там в отпуск, на неделю наша кошка, когда мы вернулись, она залезла на дерево, и до полуночи выла там, не хотела спускаться. Ну, потом, правда, вернулась, да, обиделась очень. Они так обижаются, казалось бы, чему там обижаться? Нет, они все понимают, обижаются, да, и все, молодцы. Наталья пишет, говорим посиделки, подразумеваем небу. Видим небу, спешим на посиделки. Супер. Ну, вот так вот у нас, да. Так, по поводу шапки. Я набрала сейчас, у меня 108 петель, это объем головы, вот схема нашей шапки, 108 петель я набрала, вяжем, поскольку нет у нас резинки, мы начинаем с обычного, традиционного подгиба, подходящего для этих шапок, провяжем по прямой 20 рядов, в том числе подгиб, и дальше будем делать убавку. Вот. И чем хороша эта шапка? Вот как пойдет, так и пойдет, никаких расчетов тут нет. Вышли на какой-то расчет, ну, сантиметров 5 можно провязать, у нас модель, макет головы детский, поэтому 5 сантиметров достаточно. Ну, знаешь, чем мне нравятся наши посиделки и вообще наши мастер-классы, вот такие вот, они вольные девочки, вяжите что хотите, какое количество хотите, вот чего хотите делайте, нету жестких правил, а получается, а потому что, когда тебе говорят, что вот только так или не так, вот что у меня в наших учениках, которые приходят с умением вязать, они говорят, надо, надо вот так. Почему? Потому что им кто-то объяснил, что надо так. А я знаю, что так, я знаю, что можно и не так. Нет, спасибо, но я так привыкла, я действительно так делала и буду делать дальше. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что каждый волен делать так, как ему нравится. Нет, так вот человек приходит учиться, если они продолжают делать по-старому. Ну, не все, не все. Нет, не все. Не хочу сказать, что… Ко второму курсу лояльность повышается. Да, и переходят на новые методы общения с машинкой, это правда. Но на самом деле, почему? Да потому что все люди взрослые, устаившиеся, мы же не дети, которые куда ткнул, туда пошел. Своё мнение есть у каждого, и всегда кажется, что мое мнение лучше и правильное. Я к этому привык, значит, это правильно, это единственный возможный вариант. Когда выясняется, что вариант все-таки не единственно возможный, вот тогда и приходит осознание того, что, наверное, есть еще какие-то, надо бы их всех попробовать. Да, да, да. Так это вот к окончании девятого курса, они понимают, что… Они ничего не знают. Да, да, ничего не знают. Начинается новый этап нервного расстройства. Так, провязываем подбитку. Большой делать не буду, мне он нужен только для оформления краешка. Ну, это у меня тут, как оказалось, не только интернета, но и инструмента отсутствует. Отсутствует мой любимый шильц. Ну, вот я узнала, я так понимаю, что тут уже вышло, поэтому чего-то звонить. Попробуем справиться без шильца. Виктория тут… Виктория вернулась из отпуска, в такой шляпе она ездила, вот прикольный. Вот кроме шляпок в аэропорту не видели, вот больше нигде. Поэтому вы там выложите чего-нибудь, чтобы мы хоть поглядели, как вы там в своих этих вязаных нарядах, а то интересно. Вот. Так вот Виктория говорит, так холодно, что пошла бройлеров своих забивать. Утром бегали, сейчас она их щиплет и борщит. Ой, это… Как это… Вот это… Девушка от холода. Отходы до производства. Вот тяжело. Ну, Вика… Вика… Девушка решительная. Там не забываешь совсем так, да. И машинка знает, что лучше не надо. Сказано так, значит так. Виктория говорит, вот мы когда вернулись из отпуска, кошка мне прохода не давала, на руки лезла, орала. Да там, конечно, собака есть еще. Собака, наверное, так воспитывала без хозяев, что кошка страшно обрадовалась, что хозяева приехали, собаку приструнили. Нет, у нас кот, наверное, тоже сильно бы там радовался, если бы мы его в другие руки отдали. А тут человек знакомый, холили, леяли его, и чего страдать там. Ну, очень привыкаешь. Вот, несмотря на то, что животинка чужая, за неделю очень быстро привыкаешь. И прям вот действительно жалко расставаться. Поэтому представляю, как вот няни там все вот эти к детям привыкают. Если своих детей нет, очень тяжело. Ну, если дети позитивные как-то. Не, ну, само собой. Ну, кот-то такой позитивный, что, конечно. Он у меня под одеяло забирался и спал. Ну, вообще, это... Слушай, вот я говорю, так кот и кот. А столько всяких нюансов поведения. У меня две кошки так себя не ведут. То есть вот как бы для меня разрыв шаблона на шаблоне. Все это каждый раз было. Ёжика видели у вас, ходил у вас там. Да, мы рассказывали. У нас много кто ходит. Вот 737... А, Наталья, кажется, 737. Сейчас время стал YouTube показывать. Я думаю, что такое 737. Новое имя, что ли? Наталья пишет. Благодаря вам я подружилась с Невой-2. Ну, с Невой-2 нужно дружить с Невой. А с Невой на самом деле тяжело не подружиться. Машинка-то покладистая. Вот ничего не хочу сказать ни про какую машинку, ни про кого. Вот, например, с Невой-5 я не подружилась. Не подружилась ни категорично. С Невой-2 у нас прямо как душа в душу мы с ней. Машина, она слушается и понятно. В ней сложностей нет. То есть если к современным машинам с нитьеводом, да и без нитьевода, особенно все теперь по карте электроника, к ней нужно приспосабливаться, привыкать. Их нужно беречь. Там, пылинки сдувать, чуть что, она отказывается. То у Нева-2 она работает себе, работает, работает. Ничего не сбрасывает, ничего не требует. Я делаю подгиб. Мне вот тоже приходится сейчас немножко привыкать, потому что я последние пару лет вижу исключительно на Сильвере. Вот сейчас достала… Ну посиделки-то у меня проводим на Неве-2. Ну да, да, да. Неве-2. Ты понимаешь, все как-то от Антона зависит, что ли. Даже не могу сказать. Да, да, да. Вот то есть непривычное место и машина сразу не так кажется. Да. И забыла я, что уже нужно нитку прокладывать и вообще все на свете за языками следить. Все, кажется, уже само собой. Так. Сделали подгиб. У меня 10 рядов делим пополам, 12 рядов делим пополам, итого 6. 6 рядов осталось провязать еще 20. и будет у нас кубавка. Провязываю пару рядов и, если вы помните, у нас анонсировались кошки. Обещанный узор. То есть не шапка, а кошки. Сейчас провяжу несколько рядов. На самом деле… 6, 7, 8, 9, ну 10. Начинаем кошки. На самом деле этот узор, мы его не специально придумываем, это совсем другой. Мы собирались другой узор писать. И я его как бы уже и представляла, и уже там губу раскатала. И вдруг я смотрю на… ну если вы видели анонс, то я смотрю на эту, не знаю как назвать, мордочку, и я вижу в ней кошку. И я Наталью попросила бы, ну давай до кошки доведем уже как бы, пусть будет тогда кошка. То есть этот привычный всем узор, как он, бабочки называется. Да. Вот. Видите, он на самом деле может выглядеть как сердечки, как кошечки, как что угодно. Вот что вы в нем увидите, вот под то вы его и подстроите. Так, а мы начинаем вязание кошек. То есть мы сделаем 3 кошки. Этих кошек можно сделать и 103, но наша задача не 103 кошек. Камера вот стоит неравномерно. Может быть ее поближе как-то поставишь. Нет, потому что она тебе показывала… Ее можно здесь вот развернуть, чтобы она тебе показывала, потому что недалеко может быть плохо видно. Так. Вот. Не вижу вообще ничего. Нет, нет. Вот так вот ты выглядишь. Все стороны. Ну, да. Вот. Нормально. Если будет плохо видно, я подниму. Алла пишет. Я сегодня получила сертификат, так что я дипломированный специалист. Аллочка, я прошу прощения. Я так долго его отправляла, потому что вот у меня на столе лежал. Вы себе даже не можете представить. Вот он лежал у меня на столе, и я как обычно начинаю чем-то, что-то положила, какой-то эскизик, потом еще что-то, еще что-то. И все. И забывайте. Как увлекающийся человек, мне нужно тоже, чтобы кто-то организовывал. Вот. Я организовываю всех остальных, но меня некому организовать. Да. Так. Что я делаю? Я делаю ажуры. Четыре иглы между ажурами. У меня три кошки. Раз, два, три. Кошки небольшие, поэтому они мне будут сидеть рядышком. Это лапки. То есть это ажурчики, лапочки у кошек. Поэтому ажур одна лапка, ажур вторая лапка. Можно не делать. Можно делать пошире, можно делать поуже. Все ажуры встали в работу. Слушай, а схемочки у тебя нету, да? Схемочки у меня нету. А мы же схемочку дадим отдельным узорам. Да. Я ничего не успела. Я сейчас занимаюсь вообще совсем другим делом. Но обещаю, что схему вязания этой кошки. Еще мне пришло тут в голову на этом фоне несколько узоров. Я запишу обязательно. И буду у нас на ютубе в открытом доступе в узорах. Поэтому сейчас сильно акцентировать эти кошек не буду. На этой неделе обязуюсь кошек точно связать, бабочку связать и, может быть, кое-что еще. И кое-что. Я, когда Наталья пришла, вывалила эту коллекцию узоров, которые могут быть очень интересные. Ну, вот. Ну, ничего. Так. У меня, сколько там было? 10 рядов. 4 ряда провязываю, чтобы отделить ножки от взямами. Кошки очень схематичные. То есть, это не есть просто вот прям кошка. Это схемка. На самом деле, можно было бы лапки сделать в подушечке две петли, а вот в лечебной кошке… Раз, два, три. Можно было. Можно было все. Еще дырочки. Может быть, я и сделаю в узоре по-другому. Итак, две центральные иглы каждой кошки. Это то, что у нас между лапками находится. Перекидываем на соседние иголки. Еще раз. Можно делать переносы косичкой. Можно делать переносы с одной иглы начинать. Я делаю так. Задача просто показать схемку. Еще раз говорю. Кошечка посложнее у меня будет в узорах. Поэтому… Довести хотя бы до конца. Да. Поскольку мы так сильно задержались. И задача немножко не в этом, а просто показать схему шапки. Поэтому красивую кошку, красивый узор я… Еще раз говорю. Безумно. Движайшие полгода выложить. В ютубе. В ближайшие полгода выложить. Ну, как пойдет. Так. Иглы, в которых я сняла петли, остаются в заднем положении. Их мы не трогаем на протяжении всей кошки. Два ряда. Раз, два. Если не ошибаюсь, еще два ряда и мы будем делать… Ну, еще да. Еще два. Так. Беру следующие петли и пересаживаю на крайние иглы. То есть мы делаем расширяющийся такой узор с протяжками. Если вы вязали бабочек, то представляете о чем речь. Если не вязали, еще раз смотрите через несколько дней на ютубе. А вообще мы сегодня уже и покажем. Вот так надеюсь. Ну, вот мы с тобой с горя тут один цвет только взяли. А на самом деле можно было бы сделать тоже полосатенькую. То есть у кошки, например, на одном фоне, а еще какие-то полоски там. Можно было. Разноцветным, розовым. На самом деле я его даже зубчатым планировала. Да, да. И с беленькими окантовочками. Но вот, слушайте, выбивает немножко вот эта беготня со столом и с машинкой. И с проводами. И с проводами. И с поиском интернета. Потому что одни провода работают, другие провода не работают. Я настолько привыкла, что у меня все работает, что как бы вот такие вот вещи выбивают. Когда я не понимаю, почему же она не работает. Здесь самое главное не сказать, что, ну, значит, не судьба. Вот, девочки, если бы вы знали, как я ездила в Финляндию вот буквально на днях, это, конечно, вот показатель того, что не стоит верить в то, что судьба... А знаете, как говорят, если что-то с утра пошло не так, все, сядь на диван, сложила ручки и вообще не совинуться. А может, это испытание просто? Да, да. Вот я не знаю, чего я испытывала, какое я испытание проходила. Но вот я вам расскажу, как я ездила в Финляндию. Я решила съездить, закупить сыра, потому что мне очень нравятся финские натуральные продукты. Я не знаю, откуда у нас появляются эти продукты, но там я их вижу. Вот, что они куплены на территории Финляндии, они, вот, как бы, я понимаю, что они там были произведены. Поэтому я периодически езжу в Финляндию за сыром. А там у них сыра очень много разного, и можно любителю, ну, как бы, отгуляться, оторваться по полной. Да, да, тоже. И, как бы, я все должна была утром в автобус. Автобус отходит в... 6... 6,50, что ли? 6,50 отходит. Не взбей провода только. Ну, один, да, любой. Ну вот, в 6,50 отходит о черной речи. Чёрная речка от меня – это третья станция метро. До метро надо 15 минут пешком, 10 минут на трамвае. Я проснулась в 6 часов 15 минут. Я смотрю на часы и не могу понять, почему я в это время встаю. Я должна была встать час назад. И вот я думаю, ну что делать? Ну можно сказать, что, наверное, меня кто-то предостерегает, чтобы я туда не поехала. Но думаю, нет, попробую. А может быть, это не предостережение, а испытание. И вот, не мывшись, не евшись, схватила сумку, которая стояла в коридоре. Там паспорт, деньги, всё уже сложено было. Вылетела из дома. Улица пустая, суббота. Вообще никого нету. Транспорта нету. Стоит девушка на светофоре, печально это смотрит в машине. Я говорю, девушка, помогите, очень надо, опаздываю. Она меня довезла за, не знаю, за полторы минуты, до метро довезла. На метро три остановки, это пять минут. И я пришла туда ещё чуть ли не полчаса, там ожидала этого автобуса. Понимаете, поэтому вот вопрос о том, что судьба или не судьба, вот вы сами для себя решаете, судьба или не судьба. Это может быть просто испытание. Вот проверка вас на прочность. Всё, мы начинаем убавки делать. Убавки я буду делать трёхугольным декером, просто с одного края на одну углу, с другого края. Это мы делаем, начали уже делать убавки. Видели, наверное, что я поставила метки, я завязала узелки по краям для того, чтобы знать, до какого места зашивать, потому что убавка, может быть, не сильно видна. А мы приступаем к кошкам. У меня в заднем положении шесть, восемь игл. Ну, пробовала больше, пробовала меньше. Восемь игл – самый симпатичный результат получается. Две центральные иглы, из которых я начинала, ставлю вперёд. И задача сейчас вот эту длинную протяжку обвить вокруг игл. Делается абсолютно одинаково, что на Неве, что на Сильвере, потому что вчера я эту кошку пыталась вязать именно на Сильвере точно таким способом, потому что если поставить две иглы в работу, они не будут провязываться по одной. И беру декером, крючком, чем хотите. Одну петлю обвила и рядышком одну петлю обвила. То есть у меня, видите, две иглы вот этой длиннющей протяжкой обвиты. Иначе у меня не завяжется. Петля. Так, петля не образуется. То же самое делаю. Одну петлю обвили. Если вам видно, очень хорошо. Не видно, смотри. Покажу. Не видно, значит, очень плохо. Да, не видно, значит, очень плохо. Мне куда-нибудь поставить, что-нибудь? Или потом же будешь показывать? Я потом, на самом деле, покажу вблизи, когда я буду записывать для Ютуба. Там будет совсем близко к камере, будет смотреться хорошо. Так, вот эти все обвиты центры, центральные части. И теперь беру кошку с самого начала. Вот она. Можно со второй, можно с первой. Можно со второй. Протяжки, вот они все. И надеваю на эти две иголки. Со второй. Вот она. Слушай, тогда у нее подбородок будет какой-то непонятный у кошки. И этот убрать. Ну да, я думаю, что все убираю. Ну все так все. Вот все. Все их убираем. Все их убираем. Елена присоединилась. Вот кому-то уже не нравится. Ну это наши любимые участники. Нет, ну... На самом деле я реально говорю, что любимые, потому что человек, которому не нравится, он приходит и... Нет, меня просто интересует, а что, собственно, не нравится? Вот хотя бы объяснили, а что не понравилось? Мы бы взяли бы и исправили, потому что... Не потому что мы всем хотим нравиться, а потому что, может быть, действительно, что-то вот все скромные, боятся обидеть и не... Ну как бы... И действительно, мы какую-то вот катастрофическую ошибку делаем. Я бы лучше, если бы нам об этом сказали. Поэтому, если вы ставите дизлайк, ну напишите, что не нравится. Ну я поняла, когда говорят, болтовня, болтовня у нас же посиделки. Вы пришли к нам в гости, мы с вами разговариваем, и заодно это... Щиплем лучину, да, и заодно там... Или придем к пряжи, и заодно это болтаем. Поэтому это посиделки, это не мастер-класс, это не школа, не обучение. Мы с вами делимся тем, что нас интересно, где вы были, что делали. Расскажите, где вы были, что вы делали. Так, провязываю два ряда. Видите, что у меня две иглы собирают все эти накиды. Еще раз, точно так же вяжется на сильвере. Вот такое количество накидов и большее количество накидов в данном исполнении машина берет, провяжет. Два ряда. Ну вот. И теперь мы начинаем вводить в работу соседние иголки. Раз, два. Одну справа на любую. Нет, ничего не делаем. Просто под протяжкой, которая у меня вот тут есть, я выдвигаю иглу и петля, которая у меня будет образовываться, уже вяжется в полотно. И вот рукой, которую у тебя, да, закрываешь, да? Вот верхняя протяжка, протягиваю под ней углу и у меня петля из этой протяжки начнет уже образовываться. Так. И делаю убавку по краям. Убавки я планировала делать через три, но в данном случае, чтобы не запутаться, я буду делать пока выполняю уголки. Ты имеешь в виду по краям чего? По краям шапки? Вот эти вот убавки мы сейчас делаем трехугольным декером, пересаживая в сторону. Как только... Показать, посмотреть, или что нам? Вам не видно, что ли? Ну ладно, сейчас я... Ладно, хорошо. Нет, давай сначала лакошек. Бабки я покажу после кошек, они будут одинаковые сюда руки. Так. Язычки подняли, все сделали. Перебавку и сладку сделали. У меня остается по две иглы в заднем положении. Два ряда. Достаю следующие по краям из протяжки. Ты вот ручки свои закрываешь. Это ты в узоре в кошке? Или где ты это делаешь? Я в узоре в кошке делаю. Конечно. Я сейчас делаю кошку. У меня остается по одной игле в заднем положении в итоге. Потому что я от центра... У меня крайние иглы вот они убираются в последнюю очередь. Идем от центра к краям. А вот этот узор его зарисовать можно? Вот как вот протяжки зарисовываются? Что это просто введение в работу? Или... Никак не зарисовывается. Просто вот ставятся точки ввели в работу в заднее положение. Два ряда. Вот Вера спрашивает. У меня машина перфокарточная. Программа Книдстайли. Подойдет без адаптера? Знаете, я вот открою вам страшную тайну. Сейчас мы вяжем шелковую тунику. Майка-тудника. Она вся с узорами. Узоры такие квадратики. Просто лицо изнанка. С него узор. Естественно, я рисовала в программе Книд и вязала по Книду. Но не подключаю я электронику. Мне настолько лень. Электроника по моему чисто субъективному мнению нужна для моей машины исключительно когда она вяжет сама узоры. Если просто отслеживать вязание, адаптер лежит. У меня два адаптера и Книд коробочка. Я не подключаю ничего. Потому что меня, честно говоря, раздражает. Шнуры, летающие перед носом. Не нужны они мне. Я просто смотрю сколько рядов провязать и где что сделать. Все. Не пользуюсь ни адаптером, ни коробкой. Для вот таких отслеживающих процессов. Когда узор вязать, то само собой. Вот я как раз сейчас показываю вот эту тунику. Мы будем, точнее, мы вяжем ее на меня. Она еще в половинном размере, поэтому еще ее не показать. Это просто эскиз ее. Называется шахмайка, то есть шахматная майка. Примерно вот так выглядит. И видите, вот здесь узор шахматный. Вот про эту шахматную и мы этот узор можем тем, кто с нами не будет вязать эту майку, можем этот узор безвозмездно подарить, потому что он сложно его делать. я имею в виду, что рисовать. Вот когда Наталья мне сказала, возьми, нарисуй, я стала сидеть в этом книге рисовать. Я нарисовала шахматку буквально минут пять. Я нарисовала минут сорок. Вот как бы разница в квалификации. Я нарисовала очень быстро какую-то эту шахматку. Разница в квалификации. Так, вводим последние иголочки к работе. Поэтому вопрос, почему я не вяжу? Вот потому я и не вяжу. Потому что каждый должен заниматься своим темой. Тем, что ему интересно. Вот мне это не очень интересно. Два ряда. А собственно кошек мы закончили. Вот какие-то дырки-дырки, не пойми что. Более-менее похоже на кошку будет, когда мы с вами развернем вязание. И сейчас мы с вами будем просто делать убавки. Каждые либо два ряда, либо три ряда. И так 150. То есть вот оно. 150. У меня даже счетчика нет. Потому что в данном случае это не важно. Делаешь убавки, косынка будет либо длиннее, либо короче. Вот что вы хотите. Ну так вот вопрос-то про перфокаршную машину программа Книдстали подойдет без адаптера. Вот давай расскажите про адаптер. Адаптер нужен только для того, чтобы он вам переводил линейку на экране. Линейку на экране вы можете переводить мышкой. Линейку на экране вы можете переводить опытом, как делаю я. Я смотрю, сколько рядов мне нужно провязать чего-то без изменения. То есть либо каким-то цветом, либо с каким-то количеством петель. Я смотрю, что да, вот такой вот ряда. Я смотрю, механически подвигаю линейку мышкой сама. Останавливаю там, где будет какое-то действие. Знаю, что там 8 рядов нужно провязать вот просто прямым полотном. Я ориентируюсь на счетчик машины, провязываю 8 рядов, останавливаю, сделаю то, что мне просит программа. Дальше точно так же поднимаю линейку, смотрю, сколько еще какого-то прямого полотна я могу провязать без изменения цвета либо количества петель. Все. То есть адаптером вообще не пользуюсь. Так вот, как раз к вопросу об адаптерах. Это очень даже к теме, потому что через неделю мы будем проводить курс инсталлер за 5 дней, на котором будем за 5 дней изучать эту программу. Есть у вас адаптер или нет? Адаптера без разницы. Программа работает без разницы. Мне все равно. Программа работает не на машинке, программа работает на компьютере. И работать можно с программой даже не... И пользуются те, кто вяжет спицами. То есть спиц... Крючком нет. Спицами, да. Спицами можно вязать, можно вязать на Неве, можно вязать на Сильвере, можно вязать на чем угодно. То есть тут как хотите. Показываю, как я делаю краешки. Где там? Да. Краешки. Трехугольным декером. Всего лишь пересаживаем, снимаю на трехугольный декер три петли и сдвигаю на один шаг. То есть у меня получается на третьей игле две петли и две петли на двух играх. То есть получается на третьей иголке две петли. То есть косичка у тебя не с краю получается, а в серединке, да? Получаются гладкие иголки. Краюшки. То есть это идут вот такие вот полосочки. Вот они максимально важны. То есть это регламные убавки, да? Да. Да, это убавки самые простые декерные убавки, которые позволяют делать убавки одновременно с двух сторон, потому что по правилам убавки делаются либо с одной стороны, либо с другой, потому что с одной стороны у нас... Если мы делаем убавку с провязаном, она будет более рыхлая. Если мы делаем убавку просто она затянута, в данном случае эта затянутость уходит в середину полотна и края остаются, ну, скажем так, нетронутыми. И делаю провяз три пядача. И то же самое. Поскольку кошки у меня остались далеко позади уже в самом начале, здесь я могу себе позволить вязать прямое полотно. Можно было сделать немножко поживее, полосочками, а жирнее, но не сделали. Потому что задача уже довязать бы эту шапку и показать вам, что же получается. Все в закуске такие. Ну вот, а мы остановились на том, что мы говорили про Книт Стайлер. У нас на сайте есть несколько... На сайте в контакте у нас есть несколько видео о том, что из себя представляет программа Книт Стайлер. На самом деле дизайн Книт и Книт Стайлер программа похожа, выполняющая одну и ту же функцию. Функция одна и та же. Немножко по-разному. Это как вот Silver и Brothers, да? Выполняет одну функцию, но немножко по-разному. Немножко разные возможности. Поэтому для новичка Книт Стайлер вполне достаточно. То есть, если вы перфекционисты и говорите, я буду только самое лучшее, я буду только дизайн Книт, то... За это надо платить. Ну, как бы, там есть свои ограничения. В Кните ограничений меньше, потому что программа абсолютно бесплатная. Ее легко скачать, не надо мучиться угрызениями совести о том, где вы эту программу достали и как она к вам попала. И можно пользоваться в том числе даже дизайнерами. Есть адаптер, нет адаптера, вы все на экране увидите, в каком месте вы находитесь, сможете комбинировать узоры, сохранять выгрыки, пересылать. И в том числе вот эту выгрыку, которую мы приготовили для нашей майки. в шахмайке мы можем подарить узор, саму выгрыку мы не дарим, потому что выгрыки, то есть объемы у всех разные, то есть как бы смысла нет ее. А вот узор мы можем дать, вы сможете его воспользоваться, перевести на свои изделия. Ну, хочу сказать по поводу выгрыки. Она настолько проста, что ее без проблем составит даже тот, кто с выгрыками не сильно дружит. Вот про эту кофточку я сказать так не могу никаким образом. Я слайды пока не показываю. Не, вяжем, вяжем. Вяжем. Так, три ряда. Вот, как раз когда я рассказывала про изделие белое с полосочками, которое у нас теперь входит в курс книта, как обязательно для отработки, на построение данной выгрыки я потратила минут десять, наверное, со всеми разрезками, со всеми разделениями и разворотами и прочим. На расчет я не тратила времени вообще, потому что расчет машины делает сама. Достаточно ввести петельную пробу. Это ты про вот эту мать. Да, 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 вот про эту, вдоль поперек. Полоски я рисовала при помощи программы генератор полос. Надо было только в разделе рисования разрисовать эти полоски. Все, вот. Как в каждой программе. Ты придумала эти полоски, ты загнала туда. Кстати, у нас есть описание и вконтакте, и в инстаграме. Я описание работы с этой программой записала, мне очень понравилось. Слушай, а я делала очень просто. Там, оказывается, мне так понравилось текстовое описание. Четыре цвета, четыре ряда такого, три ряда такого. То есть не только, не надо глаза напрягать, считать количество полос, которые нарисовал генератор. Он текстом пишет, сколько рядов, какой. И ты подряд их просто заводишь. Да, очень удобно. Очень удобная программа. И в книд ввели эти полоски, на них накладывается выкройка в ту точку, которая вам нужна, и вы просто стыкуете плечи переда и спинки. Идеально. Вот самим своим ходом это вязать, конечно, не знаю, не знаю, взялась бы я за такое, вот за конкретно такое изделие. Очень спорно. Стоило ли бы оно таких усилий? В данном случае усилий не было вообще, потому что, можно сказать, что вязал компьютер. Я просто послушно двигала каретку. Елена, про, я не помню, про узор вроде бы. Провод к щечку есть, жало сломалось. Значит, к узору у нас вообще ничего нет. Мы даже не представители этого предприятия. Единственное, о чем я смогла договориться, что они нам предоставили это изделие для тестирования. Мы убедились в том, что это действительно очень хорошее изделие. И мы договорились с производителем, что иногда они дают скидку нашим зрителям, читателям, ученикам. Это вот как бы все, что я могу вам сказать. Если что-то сломалось по узору, обращайтесь непосредственно в Дельту, туда, где производят. Насколько я знаю, никто не жаловался, что их кинули, бросили, не вернули и так далее. То есть люди все заинтересованы, да, в хороших отзывах и во всем. Если же вопрос по счетчику для Невы, насколько я знаю, Елена, у вас есть Нева, пятая, которая там путешествует, одну продала, другую Неву пятую купила, вот, то вы прекрасно знаете Алексея Яковлева, и у него можно эти всякие детальки закупить. Он у нас в Питере, не знаю, где он сейчас там отдыхает или нет, но все вопросы к нему. У меня деталей нет, я вообще стараюсь в эту тему не вникать. Единственное, на что я беру на себя смелость, это знакомить с тем, что я узнаю. Вот как бы вот узнала, что Алексей есть и рассказала о нем. Нет, ну, опять же, каждый должен заниматься своим делом там. Контакты, у нас ключей. Контакты Дельта, конечно, вы можете набрать в интернете счетчик узор, и вы сразу же попадете на тех, кто продает этот счетчик узор. В том числе, ну, давайте я сейчас найду просто и сейчас вам дам. Да, после узора механически, конечно, чуть-чуть тяжело воспринимать. Гремящие, не отматываемые мыши, то есть даже она сильная мега, как воспринимается. Я не могу сказать, что она умеет что воспринимается, она другая. Просто вот, мне нужно усердно контролировать себя, чтобы не делать движение, как она судьба. То есть, не провязать, то есть, что это парень. Вот я начала рассказать про то, что у нас шахмайка. Шахмайка мы начинаем вязать следующий подделик. Будем вязать в самечнике, то есть, это занятие разделено на шесть уроков, Получить? Да. Потому что... Ну, это не сильно простая, не сильно простая, поэтому, чтобы не было согласно сесть и сразу начать ее смотреть, мы ее разделили на шесть уроков, и поэтому все, кто будут с нами вязать, они за неделю ее свяжут. Ну, да. Майка простая, выкройка простая. У меня столько нюансов всяких интересных. Я на самом деле не знаю, что нужно проследовать. Получаю удовольствие. Потому что мы, когда расписывали последовательность уроков, там, знаете, как бы... Несколько уроков переставляли. Все нелогично. Но я думала, что именно благодаря этой нелогичности у вас все получится. Потому что у нас... Это не секрет, как мы обычно делаем марафон, чтобы никто ничего не понял. Наоборот, делано так, чтобы вы не возвращались назад в переделки и четко знали, что вы делаете, как и... И что знали, что у вас получится. Никаких различных телодвижений, что вы не получаете. Вот когда вам уже знаете взагогов, вы уже знаете, получается у вас узор шахматка или нет. Нужно вам его разрабатывать или нет. Мы с вами разработаем все и свяжем и на двух фонтурах, и на одной фонтуре. У кого что есть, на том и свяжем. Предварительно подберем все возможные варианты оформления, уже просчитаем, когда перейдем к вязанию, будете четко уверены в том, что у вас делается на машине. Поэтому те, кто хочет присоединиться к этому мастер-классу, можете это сделать. Ссылочки я оставила под видео, сейчас я перенесу сюда все эти видео под этим видео. И вы можете присоединиться и вместе с нами стоимость мастер-класса 700 рублей. Да? Запись остается. Это очень важно. То есть это не марафон, в котором запись, время ограничено и запись нет. Здесь он не старается в подачу. Ты же не будешь включать? Нет. Это очень важно. Вязания на марафоны, которые мы проводим, обычно они направлены на то, чтобы какой-то интервью, какой-то неожиданный результат вязания на мастер-классе. Здесь вы понимаете, что вяжете и знаете, как это будет выглядеть. Мы в серии тебе расскажем заранее, что, как мы делать будем. Подожди, а мы не в этот понедельник, мы через неделю начнем. Так, а что-то у меня такое. А, я даже показываю свой экран. Так, сильное эхо. Опять и не только у тебя. Да, я ты шучу, да. Сейчас я... Ну, ты покажешь. Кстати, мы не сделали короткое видео, ну ладно. Думаю, что... Да я тоже думаю, что... С такой конструкцией можно разобраться. Проверьте, пожалуйста, все ли стало хорошо. Вот, их прошло. Ну, супер. Супер. Главное знать, как с этим баром. Вот, сегодня мастер-класс какой-то очень сумбурный. Еще раз хочу сказать, что можно все бросить и сказать, но не получается, в следующий раз проведем правильно. А в следующий раз может быть еще хуже. То есть, если у вас есть возможность довести до конца, доведите до конца, сделайте выводы, найдите причины, почему там это не работало, но как бы вот бросить и давайте еще через недельку соберемся еще раз. Ну, а через недельку это, знаете, уже будут другие сели, и потом давайте и через недельку не проведем, и потом еще мало ли что-то. Потом, если есть идеи, ее надо отработать, иначе она будет вам мешать своей нереализованной... Нереализованной... Я очень боюсь нереализованных идей, ужасно боюсь, потому что остальные, осадок такой, ты начинаешь себя ну, не уважать. Я бы не сказала там как-то оскорблять, но не уважать, потому что идеи приходят не всем. И это, знаете, вот как... Расточитель. 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 Да, да, да. То есть я знаю, насколько люди тяжело вот рождают какую-то идею, она к тебе пришла, тебе ее с неба спустили, а ты ее не воспользовался. Вот потом остается такой осадок, что тебя выделили, тебя, ну, как бы, тебе послали ее, вот как бы, лестники тебе так через все тропы, все препоны собрались, а ты не воспользовался. Во всяком случае, я вот так вот не очень хорошо себя чувствую, если идея была, и вот она не реализована. А вот когда реализована, это наоборот, вот какую-то бы, какую-то тяжесть отдал, выжил, освобождение. Ты чувствуешь это? У меня не идея, у меня, как бы, проекты реализованы, не реализованы. У нас по идеям Светлана, у нее, это тоже проект, это считайте, что дело, то есть дело завершенное, дело брошенное. Вот это брошенное дело, когда тебе проект есть, но ты его бросил. Это вот те недовязы, которыми наши девушки некоторые хватаются в интернете. Смотрите, сколько у меня недовязов. Я это бросила, я это бросила, я это бросила, вот целый ворох. И обычно к этому вороху уже никто не возвращается, потому что на это уже перегорело. Нет, есть даже не все, вот я сейчас наших девочек вижу, участвую в марафоне, там, ликвидация недовязов. Вот мне кажется, возвращаться к недовязной вещи, это как возвращаться к мужу, с которым ты родился 10 лет назад. Но энергии нет в этих отношениях. То есть вот как бы что нужно сделать, это полюбить это еще раз. И когда говорят, беру на себя обязательство, то есть там страшные вещи пишут. Обещаю, обещаю, не дня без творчества, там еще что-то. Блин, вот как можно себя заставлять любить мужа? Любить творчество. Беру на себя обязательство любить тебя вечно. Вот, ну если любовь прошла, ну как вот? А творчество, а как можно вот обещать твое? Понимаете, когда у всех бывают дни, я никуда не хожу, провязываю машинку, не вяжу, давление там, не знаю, дождь пошел, не знаю, съела что-то невкусное. Не, я не понимаю, почему не хочу, вязать и все, но бывает. Если я буду себя заставлять, у меня возникнет стойкое отвращение к этому. То есть как я могу себя каждый день заставлять? Я неоднозначно к этому отношусь, потому что, ну я понимаю, когда нужно следовать на голготке, там на спине. Я понимаю, когда заказ задимся, отравлю. Это как бы нельзя назвать творчеством. Нельзя назвать это творчеством. Это работа. Это как бы творчество, это тогда, это хобби, я бы сказала. Это душа. Это душа, да, да. То есть, я не знаю, зачем вот проводят такие мероприятия, и как бы без пользы, потому что человек себя заставляет. Вот, мне кажется, под давлением творить очень тяжело. Это вот как в культ лагере там заставлять картины, вязать. Плохо вяжешь, бам, по голове палка, и все, вяжи хорошо. Ну это наше, таком нерве, просто у нас есть возможность выбора, вязать или не вязать, вот как бы делать, или не делать. Знаете, я лучше день ничего не буду делать, но зато на следующий день я радостно побегу и сделаю все, как бы оптом, сразу. У меня все получится, и все будет нормально, потому что через силу у меня не получается, я и как бы и не заставляю себя. Зачем? Эти вещи, связанные через силу, они вообще ужасные. А переделанные вещи? А переделанные, терпеть не могу, потому что они, я не эзотерик, и вот всякие вот эти темные материи, от меня сильно далеко, но ощущение вот все равно какое-то есть, что это шок не то там с этой тряпочкой. Она, даже не потому, что энергетика, бездушесделанная, но она не то, что кривое, оно некачественное. Я даже объяснить не могла, но видно, что оно сделано. Это знаешь, чтобы мне напоминать, да, акдот про то, как ложки там это, серебряные пропали, да, ложки-то нашлись, а вот осадочек, осадочек, изделия, в котором посылало негатив, оно, он остается, память об этом негативе остается, то есть эзотерик, эзотерик, остается память, связанная с этим изделием. Механическая память. Механическая память. Это в психологии называется якорь. Телесный якорь, всякий, другой якорь. То есть ты видишь это изделие и вспоминаешь, вот мы привозим из-за моря какие-нибудь эти бусы, да, рябинные бусы, или как-то, привезу тебе, да, вот здесь точно так же, если вы это изделие, оно, связанное у вас с негативом, хорошо не по ноге. Бить можно. Если оно связано у вас с негативом, то вы будете это вспоминать, вот никуда это не деться, вот как бы оно хорошо, красиво не получилось, не будете носить. Вот сколько, я даже решила провести опрос на эту тему, потому что, ну, я очень тяжело отношусь, как она творчественно заставляет заниматься. То есть, это ремесло уже, то есть, как бы, хочешь, не хочешь, пошло дело. Это просто заставлять ребенка рисовать, а он не умеет, у него не получается, настроение там, все равно заставляет его рисовать, а он не хочет. Ну, знаешь, это как, можно сказать, как боксер, он должен отрабатывать удар, и вот он стоит по груши лупит, хочет он, не хочет, это работа. Это работа. А вот, как бы, творить, придумать что-то новое, это все-таки уже нужно по вдохновению, заставлять себя, на мой взгляд, нельзя. Я опять не знаю. Художники рисуют под настроением, они могут ночью, сутками, без еды, без сего. Они все, потому что пришло вот это вдохновение, и они, а как только вдохновения нет, вот он годами там сидит и ждет, когда не зайдет ему. Вязание, конечно, все проще, но тоже оно присутствует. такими. Так, мы довязались на до кончика, вот он, и убираем, довязываем узелок, прячем, и останется сейчас нашу конструкцию сшить. Я майку, она себе начала вязать, спинку слизала, а тут погода использовала, 12 градусов на улице. Такая майка, она перед нами садится, а я не могу. Ну, не знаю, почему погода так вот сильно влияет, мне кажется, наоборот, я бы радовалась, что погода плохая, и не пропадает моя майка вот в этом. Ну, слушай, настроение, значит, нет настроения. Ну, настроения нет, да, да. Будет настроение, будет майка. Относитесь, понимаете, мне кажется, вот, когда мы делаем сам близник, то мы, вот здесь вот уже не то, что творчество, девочки вяжут по тому, по заданию, вот они его вяжут, они знают, что сегодня нужно сделать то-то, то-то. Я считаю, что в данном случае вот творчества нету, есть обучение, вот ты как считаешь, Это для меня обучение, это обязанка. Да. То есть, у вас, это не обязан. Вы начали обязательно за неделю связать себе повсточку, потому что вы знаете, как она будет выглядеть. Вы, когда в коллективе идете, то, Елена, вы же знаете, что в этом мастер-группе учились, что нужно через неделю сдать. Вот хочешь, не хочешь, есть настроение, нет настроения, надо сдать. Совместник отличается от всего остального тем, что мы за вас приняли решение, что вам надо это связать. Вот когда вы согласились, да, вы заплатили нам за то, чтобы мы приняли за вас решение и заставили вас и напомнили вам, что вы давненько нам там ничего не присылали. Вот когда вы своим ходом идете, поглажьте направо-налево, настроения нет, погода использовалась, там еще что-то, нужно в коллективе. В коллективе энергетика поддерживает. То есть, все связали, вы же помните, вы написали не раз, что понимаете, что такое коллектив. В коллективе очень тяжело не сделать, даже вы их не видите, вы даже не знаете, сколько их там на самом деле рядом с вами учатся, но вот подсознание дает вот этот посыл, что а девчонки-то вяжут, и вот через три дня они уже начнут выкладывать, а я-то чего-то тут сижу. Поэтому, не знаю, я, когда у меня нет настроения, я себя не заставляю, потому что, когда у меня есть, то мне нужно тормозить. Да, мне нужно тормозить. Так, я зашила край до меток, убираю хвосты. Собственно, шапочка-то готова, сейчас будем смотреть кошек, и есть вариант этих кошек оформить дальше. Светлана очень мечтала их оформить, поэтому сейчас я... Вот у тебя розовая нитка есть? Вот носичек сделаем розовеньким. Хотя бы. Ну, надо узнать, что получается, во-первых, потому что... Так, сейчас надо снять машинку, потому что... Мы даже не шпатировали, что у нас там получится. Одна свалилась. Все, мы сейчас чесим. На вам. Осторожно. Там, туда будем. Остарим. Это вам не зилер. Сняли, все. Так, вот у нас на столе. Убираем метки. Убираем розетель. Убираем розетель. И выворачиваем. Это просто косынка, которая надевается. Такая вот косынка. Кстати, у нас была шапка, которая очень необычно смотрится, и девчонки не поверили, что это по этому принципу. Вот, видите, вот тут кошку. Убираем розетель. Убираем розетель. И вот она кошка. Вот у нее. Нос, глаза, сюда можно бусины, и остренькие ушки. Ну, давай нос все-таки сделаем, вот это, перевить, ну, как бы обить вот это, как называется, у тебя иголка есть, или у тебя тут нет ничего? Ну, вот розовая. Нет, я не могу, нет, нет, я уже тяжело переношу это. Сделай центральную кошку. Вот она. Я не провожу, она. Ты не провожу, но ты руководитель, я не понимаю, чего тут случится. Понятно. Ну, ладно. Поучаствуй. Нос не сильно розовый. Я могу розовый принести. Давай. Чтобы было еда не до розового. Можно оставить так, как есть, но я решила, что, в принципе, мы можем одну из кошек, может быть, и все, немножко сделать обработку ниткой. Так, как тут пойдем? Где у нас тут? То есть, вот как я на видео показывала, мы можем взять и эту кошку, взять и лапки ей сделать. То есть, как бы, небольшим уплотнением пройти и сделать... Ну, наверное, не будет видно. Наверное, надо, наверное, надо розовым. Да. Давай другим цветом сделаем. сделаем другим цветом. Попробуем. Сразу предупреждаем, что не пробовали и не знаем, как получится. Во-первых, сделаем нос, а потом будет видно, стоит ли все остальное или не стоит. на самом деле, такие оформления, они... Что? Вольные. Вольные, да, да. То есть, может получиться, может не получиться. Глазки хорошо бы ввязать, но... Я думала ввязать в процессе, но на данном месте не рвать нить. Посмотрим, что получается с розовым. Возглавки? Розовый контур. Угу. И швом вперед, игла вперед, как бы вот обхожу контур и смотрим, что помещается. Насколько я помню, этот шов называется тамбурный. И... почему я не провожу мастер-классы? Потому что я не люблю проводить мастер-классы. Мне кажется, такая ответственность... что вдруг не получится. Я уже забыла, как мы с тобой начинали несколько лет назад. Знаете, как было страшно? Когда приходила Светлана, меня просто сумма тряслись, потому что действительно ответственность народу много. И скажешь что-нибудь не то, или не сорвется, или еще что-то. И тогда вот так с интернетом, я думала, паника была бы, а сейчас вот как бы, ну ну что, что по телефону еще не пусаешь. Светлана живет у нас на восьмом этаже, для того, чтобы немножко разрядить нервы. Погасить нервы. Погасить нервы немножко. Знаете, как избавляться? Нужно выплеснуть эту энергию, физические какие-то нагрузки. Поэтому вот вверх-вниз упал раз до восьмого, до первого, и все, сил уже не остается на переживаниях, и вроде как ничего. Так вот как бы уже... Ничего там не пишут, и ждут. Да, что за кошка-то? Ну, не знаю, насколько получится, но мы все равно попробуем. На самом деле у нас же задача именно попробовать. Чем хороши наши присиделки, что это, опять же, лаборатория. Мы не даем им какие-то догмы, так никак иначе. Мы не рассказываем, что вот делайте, как мы. Попробуйте. Вы попробовали, вы попробуете. Это посиделки. Это не уроки. Это не школа. Это не обязаловка какая-то. это ничего не обязывает ни вас, ни нас. Поэтому очень-очень легко и просто. И по поводу посиделок, поэтому я не переживаю нисколько. Мне на них очень легко. Не страшно. контур виден или не виден Наташа. Вот контур кошки. Видим. Вики, пустая мне нравится. Симпатичная красивая. Опять же увидеть кошку в дырочках. Наверное, Светлана увидела эту кошку, потому что под таким ракурсом. Потому что когда я вязала этих бабочек, я не видела. Я отправила по ватсапу фотографию и, видимо, как-то она особо легла. Потому что это же кошка с длинными ушами. А у меня я начала бабочку эту вязать и не остановить. И получились эти длинные кончики. Элина, мне тоже. теми отлично где-нибудь используют. Кыся, хотящие кушать. Рот открыт сюда. Положите сюда. Ну, можно считать, что она есть хочет. Какой-то ухо у меня крыло получается. А можно сказать, что... Потому что она горлазкая кошка. Мартарская кошка. Вот, например, у меня кот, он разговаривает непрерывно. Если ты как-то оценила. Оценила. Он приходит ко мне и говорит мяу. Да. Он говорит даже не мяу, а мрррр. Да, мррр. Мы разговаривали. Я тут то ли передачу, то ли читала, я не помню, откуда всякая информация в голове. Кот, кошки между собой не мяукают. Они с людьми мяукают. Между собой они разговаривают совсем по-другому. Видимо, он знает, как сказали. подсознание. Не по-кошачью. Ну, он видит, что мы разговариваем. И он тоже… Вот как дети привыкают разговаривать на том языке, на котором вокруг все. Это смешно, когда все разговаривают, он придет, сядет на стул между нами и тоже… А у тебя на кухне он, это, за столом сидел? У него свой стул есть. Вот я его, да, ему стул выставила. У него свой собственный стул, иначе как он, он очень переживает, он пихает, он садится вторым ярусом и пытается вылезти вперед, чтобы тоже что-нибудь сказать. Очень общительный. Да, да, вот я тоже когда ела, я все время у стул выдавала, он вместе со мной это проживал там. Купают стулья нам на кухне, и еще один для… специально для нашего… Ну, правильно, он ощущает семьи. Они так себя ощущают. Так, вот кошка, можно еще хвост сделать. Я думала, ты центральную сделаешь. Ой, а я не центральную сделала? А я даже какую взяла, такую сделала. Ну, обошью и эти тоже кошки. Ну, знаешь, единственное, что мне не нравится… Ну, рыбкую щуку, Наталья Ирина, видели мою щуку десятикилограммовую? Да, говорят, что… Редкая удача была, постигла у нас эта щука. Ну, не знаю, вот смотри, будем обшивать остальные? Ну, я… Или хвосты, или это… Достаточно. Ну, давай меряем на куклу, а я для картинки обошью всех остальных. Угу. 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 Так, снизу. Угу. Так, снизу. А что камерки? Можно в кадр? Можно. Смотрелись. И… Вот. То есть, можно так носить, можно вот так носить. Сами смотрите, как вам удобней. Вот так. То есть, здесь видите, вот кошки выглядывают. Ну, если их обшить, то они будут выглядеть еще. То есть, можно здесь глазки ставить. Вот я носик сделала. Не знаю, хвост. Выше может быть еще хвост. Посмотрим, что там у нас получается. И, может быть, и хвост делаю. Но вот в таком виде, как бы, вот идея кошки меня натолкнула. Вот эта бабочка, она меня натолкнула на идею кошки. Смотрится не совсем понятно, но если ее, как бы, обработать еще, то будет уже немножко по-другому. Да. Чего там пишут? Ничего. Можно в кадр поставить. Ну, все тогда. Все. В принципе, косылка нравится маленьким девчонкам. Идеальная конструкция. И не жарко. Или не зависит. Ну, мы еще покажем узоры у нас будут. Бабочки, старикоски, там еще что-то будет. Так что сможете эту косылку облагородить каким-то другим способом. Но захотите обшивать, не захотите. То есть можно какой-то другой орнамент. Но хотелось нам поделиться вот этой идеей косыночки. Потому что я встречаю девочки, выходят в каких-то зимних шапках, просто вот даже не понимаю. Нечего детям надеть. То есть как бы мама не понимает, что летняя должна быть одежда. Летняя шапка, летняя косынка. То есть идет в платье и в шапки зимние. Вот как бы. Ну, чугулки надеть. Да, чугулки надеть. Кстати, Елена пишет, обшиты более заметны. Да. Здесь, чего я с самого начала начинала. Вот видите, дырочки побольше. В них глазки бусины вшить. И нос, вот сам кончик вот так же можно оформить, как вот эта часть. То есть и все, и кошка. Вот здесь вот два глаза и нос. И она будет видна. Уши уже есть. Вот эти вот глазки. Знаете, бусинки вшить вот между ушами? Есть у тебя бусины? Далеко или нет? Далеко. Ну, у меня вообще есть. Ну, все тут. Где-то там. Одно на даче, другое. Ну, подготовить уже не пойду. Поэтому, я думаю, что как оформить, вы сами придумайте. Но кошка видна, потому что эти длинные уши. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось. Ну, если не понравилось, ну, что делать. Ну, вот такая у нас сегодня сумбурная получилась программа. Как это? Как это? Сериал такой получился. Не очень удачная серия. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Да, да. Да, да. Как бы. Кто там говорил, там, участие у девушки. Про идеалисты. Нельзя быть идеальным. Не помнишь? Не помню. Ну, не помню. Да, да. Всегда. Нельзя позволять себе, иногда расслабиться, даже если вот. Главное, не брать без их сердца, а на себя спокойно. Потому что что-то не получается. Ну, надеемся, что эта идея найдет воплощение в ваших фантазиях. Вы сможете ее каким-то образом доработать. Потому что мы что хотели сделать, то мы вам и показали. Ну, а как бы показали мы вам идею. Помните о том, что мы не призываем вязать из акрила. Мы не призываем надевать и продавать шапки не стиранные, не паренные. Но мы с вами определились идеи. Любая идея все-таки требует доведения до результата. И уже от вас зависит то, какой будет у вас результат. В чем? Да. Ну, обращаемся с вами. Напоминаю, что с вами были Светлана Амельян. Наталья Прикрасова. И наши вязальные посиделки, которые называются связали, надели на себя и побежали. Меджор не была сомнительными. Не ответить. Продолжение следует...